Мы часто слышим вот эту историю, что горизонт планирования сократился там до одной минуты, потому что в любой момент может произойти все, что угодно. Как бы здесь да и как бы нет, да, потому что если говорить о стратегическом планировании, о длинном горизонте планирования, ты же себе не планируешь, что я буду делать там через 4 года и 23 дня в 14 часов 20 минут. Ты не можешь запланировать, потому что действительно может все измениться. Но запланировать, что я должен, должна получить в своем бизнесе или там в своей личной жизни через год, через 5, через 10, 15 лет, а уже за счет чего я хочу прийти, это уже планирование такое тактическое, операционное. Операционно планировать можно там на 3 месяца, на полгода, можно на год, но там уже как бы все может измениться, действительно. Может там измениться курс рубля, курс доллара, чего угодно. Может что-то произойти в мире. Это не значит, что я же запланировала, я должен делать. То есть ты с учетом изменений в мире, либо в рынке, либо у тебя конкретно там в жизни, ты выбираешь другой возможный инструмент. Вот те инструменты невозможно уже использовать, я беру, значит, другие инструменты. С учетом того, что меняется ландшафт, я двигаюсь немножко по-другому. Это точно так же, как навигатор, да, ты же себе стратегически, ты ставишь себе адрес, и тебе навигатор простраивает маршрут, ты едешь, едешь, и тебе говорят, мы нашли короче путь, да, мы нашли там есть маршрут короче, и ты такой, давайте я гляну. И ты либо выбираешь этот маршрут покороче, либо ты говоришь, нахер надо, я буду ехать вот так. Да, мне нормально приехать на 44 минуты позже. Поэтому вот эта иллюзия, что планировать ничего не надо, потому что мы живем в такое время. Я начинала бизнес в 2002 году, тогда была такая же история. То есть все менялось, вообще менялась экономика, все тогда отрастало. И тоже ничего нельзя было запланировать. Все, что я планировала, могло просто завтра подписываться какой-то указ в Беларуси, да, и я такая, то есть мы будем действовать по-другому. Но я хочу прийти туда. То есть план это вектор, да, а уже операционный план это благодаря чему я туда приду. И еще, если ты не понимаешь, что будет, куда ты идешь глобально, там, через 5-10 лет, ты сегодня можешь допускать существенные ошибки. Например, ты там хочешь работать с госсектором, да, и сегодня у тебя есть какой-то бизнес. И если ты не понимаешь, что я хочу через год или через 5 работать еще и вот с такими структурами, ты сегодня можешь вписаться с кем-то в какое-то партнерство, а там окажется, что, ну, люди не совсем чисто работают. Соответственно, у тебя портится репутация, и вот через 5 лет тебе скажут, слушай, 5 лет назад у тебя была такая история, ну, как бы нам с тобой не надо. Или, например, да, вот блогерство, да, ты хочешь через 5 лет попасть на интервью, там, к Познеру, и если ты не думаешь об этом, да, ты сегодня будешь допускать ошибки, там, условно где-то хайпануть, в чем-то нечистом поучаствовать, да, где-то там переступить какие-то там рамки закона, и потом через 5 лет офигеть, почему меня Познер не зовет на интервью, потому что сегодня уже нужно было готовиться к интервью к Познеру. Следующее, если ты не планируешь с длинными горизонтами, сотрудники уровня ТОП, они всегда приходят, и на первом собеседовании они спрашивают, что должно быть через год, да, к чему мы идем через год, через 3, через 5, потому что ему тоже важно понимать, куда он попал, да, над чем глобально он будет работать, интересно ему или интересно, ему нужно понимать, куда мы двигаемся. Если ты говоришь, у меня нет таких как бы длинных планов, у меня задача в этом месяце выполнить план на 100%, топовому сотруднику может быть неинтересно. Когда ты собеседуешь кого-то на какую-то позицию, тебе могут сказать, ну, я могу там сделать x5 за там 3 года. Если у тебя нет глобальных планов, ты такой, ну, x5 звучит красиво, да, к сегодняшнему дню, там, прессануть x5 вроде как и неплохо, а если у тебя будут большие глобальные планы, ты поймешь, что через 5 у тебя должно быть x50, и вот x5 тебе недостаточно. То есть ты тогда и с людьми, с которыми ты двигаешься, которые помогают тебе двигать твой бизнес, твою жизнь вот к этим целям, ты будешь уже более предметно разговаривать и фокусировать их на нужных задачах и целях. Почему важно делать разбивки на несколько этапов планирования? Тоже тут такая история, что планировать на 15 лет очень сложно, потому что может все что угодно измениться. Опять же, на 15 лет мы ставим какую-то задачу, там, я хочу зарабатывать вот столько денег на таком бизнесе, жить с такой жизнью. Дальше, вот 15 лет мы планируем с тобой там середину периода, там, допустим, а через 7,5 лет у меня должно быть вот это, через 3 года у меня должно быть вот это, соответственно, в этом году вот это. И чем ближе к сегодняшнему дню, тем плотнее твое планирование. То есть самое конкретное планирование – это ближайший квартал. Более размытое – это вот то, куда мы идем, потому что, опять же, изменится ландшафт, и ты будешь выбирать другие инструменты, совершенно по-другому пойдешь. Вот пример с мобильной связью. Мы все хотели связываться быстро в любое время со своими там родными, близкими, и у нас были только что там телеграф, автоматы и что еще? Домашний телефон там, если бы, допустим, да, отмотать вот эти 30 лет назад, мы бы думали, что нам всем нужно, значит, установить дома телефон, либо жить где-то возле телеграфа. А на сегодняшний день, то есть мы хотели бы связываться, на сегодняшний день мы все располагаем мобильниками, мы быстро в любое время можем обмениваться. То есть инструмент изменился, цель нет, задача не изменилась. Точно так же и в бизнес-планировании. То есть, опять же, нужно разделять стратегическое планирование и тактическое операционное планирование. Стратегическое – это что я хочу, тактическое операционное – как, да, как мы туда придем. И вот многие говорят, окей, я могу нафантазировать все, что угодно, а вот как? И вот про то, как реализовать свои стратегические цели и задачи, мы разбираемся на программе «Эволюция бизнеса». Это консалтинговая программа, где мы вместе двигаемся к выполнению плановых показателей, то есть операционно двигаемся к решению наших стратегических больших задач. Ссылочку на программу оставлю в описании, регистрируйтесь, приходите на собеседование, будем обсуждать и решать, что вам поделать, чтобы прийти к вашим глобальным целям. Очень важно еще в планировании долгосрочном, стратегическом для себя ответить на вопрос, как я пойму, что я уже там, что я туда пришел. В НЛП это называется толп. То есть нужно описать, что происходит, какие внешние подтверждения, какие внутренние факторы, то есть что происходит вокруг и внутри, что я пойму, что я уже там. Очень важно вот эти вот зарубки делать, что я иду, я здесь молодец, вот это положительное подкрепление получается, я здесь молодец, и я здесь молодец, потому что если ты не отмечаешь, что ты молодец, у тебя в итоге, а что я делаю, куда я иду, а зачем я иду? И вот постоянно сверяться, да, если будет так, то значит я к этому пришла, и оно уже так или еще пока не так, а сколько надо, чтобы было так, и тогда ты можешь приблизить вот это достижение цели. И классный пример, я разбирала на разборах, на моих бизнес-разборах, когда человек не совсем понимал, то есть есть какая-то идея, но непонятно, а что должно произойти, для того, чтобы понять, что я туда пришел. Диана на разборах говорила, я хочу быть медийной, и я ей задала определенный конкретный вопрос, что должно быть, как ты поймешь, что ты уже достаточно медийна. И там мы пришли прям к оцифровке, к понятным показателям, что должно происходить, для того, чтобы она поняла, что она туда пришла, потому что когда ты понимаешь, что должно происходить и произойти, когда ты туда придешь, ты прям четко ставишь цели себе, задачи своим сотрудникам, и ты уже тогда не допускаешь ошибок. И помимо разборов на канале вы можете найти много интересного, полезного контента, касающегося инструментария, как достигать своих целей, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать, и обязательно ставьте лайк каждому видео, которое вам понравилось. А с вами была Юлия Трус, до новых встреч, новых видео, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова